В одном из красивейших зданий Ленинграда, на берегу Невы, расположен Центральный военно-морской музей. Он основан свыше 250 лет назад. 600 тысяч экспонатов собраны в музее. В экспозиции широко отражена история дореволюционного русского флота. Участие моряков в Октябрьской революции и Гражданской войне, их подвиги в борьбе с фашистскими захватчиками. Русский матрос. Эти слова стали символом храбрости и отваги, высокого революционного духа. Военные моряки всегда были в первых рядах борцов за свободу народа. В музее бережно хранится фок-мачта броненосца Потемкин, впервые на флоте поднявшего в 1905 году красный флаг революции. В октябре 1917 года красный флаг победно взвился над крейсером «Аврора», который громом своих орудий возвестил начало новой социалистической эры. После победы Великой Октябрьской социалистической революции, по инициативе Ленина, страна Советов приступила к восстановлению и строительству военно-морского флота. По путевкам комсомола, взявшего шефство над флотом, на военные корабли пришли служить тысячи молодых добровольцев. Только за годы первых двух пятилеток было построено около 500 новых боевых кораблей. К началу 40-х годов советский флот вырос в грозную военную силу. И когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, фашистские захватчики с первых же дней почувствовали мощные удары советских моряков. Исторические кадры кинолезописи. В атаке подводная лодка Героя Советского Союза Лунина. Более десяти гитлеровских кораблей послал на дно отважный экипаж. Храбро и умело громили врага морские летчики. Будто продолжает свой боевой полет истребитель дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова. 25 самолетов противника сбитых лично и 14 в групповых боях на его боевом счету. Ценнейшие материалы и фотодокументы повествуют о подвигах моряков. Памятная фотография. Экипажу эсминца Гремящий вручается гвардейский флаг. Навсегда запомнил этот знаменательный день капитан 2-го ранга Николаев, бывший тогда командиром прославленного в боях эсминца. Гвардейский флаг. Он вручался самым лучшим, самым отважным. Ныне бывший командир Гремящего Николаев, научный сотрудник музея. Удивительные встречи происходят порой в залах музея. Сегодня здесь ветеран Отечественной войны, герой Советского Союза, Черноморец Черцов. Затаив дыхание, слушают ребята его рассказ о маленьких, но бесстрашных бойцах, юнгах Черноморского флота. Один из них, Валерка Лялин, воевал вместе с Черцовым. Однажды под Новороссийском катера прикрывали высадку десанта. Катер Черцова был поврежден, командир тяжело ранен. Приняв управление катером, Валерий вывел его из-под огня и спас командира. За находчивость и отвагу 13-летний юнга был награжден Орденом Красной Звезды. Каждый раз приезжая в Ленинград, Черцов заходит в гости к Лялину, своему боевому юнге. Фронтовая дружба не забывается. В годы войны советские моряки уничтожили свыше 2,5 тысяч вражеских судов, осуществили более 100 десантных операций. Многие воины флота были удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды был удостоен этого высокого звания и капитан 3-го ранга Шабалин. Эти кадры сняты в день присвоения ему второй Золотой Звезды за разгром важной гитлеровской базы в Заполярье. Сейчас контр-адмирал Шабалин – заместитель начальника Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. В духе высокого патриотизма, в духе славных боевых традиций воспитывает он будущих офицеров. Заключительная часть экспозиции музея рассказывает о сегодняшнем дне советского военно-морского флота. Подводные атомоходы, ракетные крейсеры, сверхзвуковые самолеты – вот основа его несокрушимой боевой мощи. Центральный военно-морской музей – это летопись героической истории флота, богатейшая сокровищница славы и воинской доблести советских военно-морских сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова